Всем привет! На канале новый влог. Смотрите, какой крутой у Сони Миньон. С Фёдором собирали. Короче, это из подарков. А ещё подарки не заканчиваются. Сегодня ей подписчица, да, Соня? Подписчица девушка подарила вот такую красоту. Это гель для душа, мыло Фаберлик. И там ещё кружка. Такая вся девчачья. Ой! И вкусняшка. Огромное спасибо! Соня тут вон читает. Иван Шамякин. Короче, как-то так. А марки ты ещё или ты мне хочешь показать? Ну, хорошо. Всем привет! Я уже... Соскат, с этого и начни. Едем минуту на влог тут рассказываем, что-то распинаемся. А в итоге просто фотку мама сделала. Два фото даже, да. Два фото. Когда я сижу, когда я закончила, да? Короче, мне это анекдот. Так, зеркало не вижу. Немножко. Вот так, да. Мы едем за Сони забирать её от репетитора. А вообще ездили в город. Я покупала коробки для подарков. Ну, потому что скоро день учителя. А меня занесло в родительский комитет первого класса. Да. И собрание на собрание. Собрание на собрание. Пишите, дети, у вас тоже в школе собрание? Родители ходят? И что, приходят, ругаются? Не? Как там поведение у вас? Малым-то вчера отдавала тренды, потому что сказали, что плохо стали себя вести. Уже такие... Ну, по нагляку ржут на уроках. Угу. Ну, ничего, что плохо. А потом, кстати, вот сегодня они удивляются. Вот я рассказал стих на 9, не поставили 8. Ярик на 10, ему 9 поставили. Я говорю, ну так, учителя же запоминают тех, кто себя ведёт не ахти. Да, я говорю, всегда так. И потом снижают вот так вот оценки, и всё. Он может быть суперотличником, но если плохое поведение, не будешь ты этим суперотличником. Всё равно учителя, да, если кто-то им мешает вести урок, они будут ему снижать оценки. Короче, учителя многие мстят на самом деле. Ну, не то, что мстят. Многие мстят, потому что они люди, а многие люди свиньи по натуре. И поэтому не исключено, что среди учителей находятся люди, которые готовы мстить за то, чтобы... А, а наши молодцы, да, что хорошо, что плохо себя ведут. Я им просто объясняю, что вот так вот будет. Это не того, что люди свиньи. От того, что ведите себя нормальная. Это школа, есть школа, надо вести себя хорошо, и всё. Хорошо, это как? У каждого своё хорошо. Тихо и спокойно. Не срывать уроки, не ржать, не падать со стула. Не срывать уроки, не ржать. Ну, всё. Препод на свой счёт может смех брать, да, мало ли там чего. Сидит 25 тысяч не пал, и вдруг хихиха-ха, ну, чел стоит и думает, может, с меня смеётся. Сиди спокойно, да, веди себя хорошо, и будет тебе счастье. О, просто тупой, просто види себя нормальной, и свою троечку помыли. Кстати, всегда были, да, тихие троечники, которые ничего не соображают, но тихие, спокойные. Учителей не доводили, им не надоедали, не мешали, и свою троечку им всегда дарили. Ходят глазки в пол, да-да, да-да, тряпку намочить можно я, могу я, всё, что угодно могу я. Да, и всё, и получали свои тройки, хотя могли ничего и не знать. Ну, тройки это у нас по пятибалльной системе. Ну, сейчас это шестёрочка какая-нибудь. Ну, пятёрочка хотя бы. Ну, едем за Сонью, короче. Надеюсь, это записалось. Завруди, да. Всем привет! У нас новый день, дети прячутся. Пятница, забираем со школы, последний рабочий день, да. Ничего не получили. Что-то там, Ярик, прячется, ждём Соню. Ой, короче, хочется спать. Такая погода какая-то висячая, да, с утра папа говорит, дождь собирался. Дождь, сейчас уже. Так и не собрался. Такие дела. Сидим мы тут с папой, и я ковырялась в телефоне и нашла. Угадайте, угадайте, что мама нашла. Кучу цветов за бесплатно, поедем сейчас забирать. Бесплатно, надеюсь. Папу тут подгоняет. Гидропоника. Гидропоника. Купила такую опорку. Ну, это для Хоя хочу поменять. Вот такие вот красотулины. Купили мы сегодня с ней джинсы, брюки ей. Короче, у нас сегодня был шопинг. А сейчас, если я заберу эти цветы. Ты будешь целый вечер заняты, короче, цветами. Не, не буду, я их подчеркнула. Я поставлю воду, да, я обработаю просто, и все. От бацилок? Угу. Понятно. Я прям так хочу. Хочу так прям. Надо было сказать, что ты с Кобриной, и ты выезжаешь. И все, они бы уже никому не продали бы. Они не продали бы, безусловно. Конечно, им какая разница? Он говорит, три дня ждем и выбрасываем. Не, не, если ты скажешь, что ты выезжаешь с Кобриной, едешь, то есть тебе надо время, и ты уже выехала, и ты не с этого года. Капец, багажник. Это так еще не видно, дома еще потом покажешь. Это монстеры, там дефенбахи. Это монстры, а не монстры. Монстры. Короче, две монстеры. Класс. Она говорит, у нее не хватает. И снова привет тем, кто просил меньше цветочков. Класс. Ух, ей язва. Отлично, теперь в магазин, наконец-то. За продуктами. Та-да-да-дам. Короче, что я сделала? Что? Вот это мусор. Все обрезала и выкинула. Ну, листья желтые я, конечно, выбрасываю. Нет, ну там да, там испорченные. Листья чем-то поеденные, еще буду обрабатывать. Купила октару, корневин, биатлин. Листья, тише, тише. Еще у меня какой-то Максим там есть. Я в нем замочила. Что я в нем замочила? Палки дефенбахи. Капец, палка мы их замочили. Вот это вот тоже я все снимаю, потому что под ними может какой-нибудь какахер завестись. Нет, это называется дезинфекция. Карантин. Да, в общем, куча точек роста, куча всего хорошего, интересного и куча черенков. Еще вот это вот по черенкую. Только длину надо, делиться с длиной. Вот здесь, вот здесь. И сейчас поеду за сотней, она там пробила ухо. Не то, что упала, пробила, а поехала целенаправленно. Пробила еще второе ухо. У нее в одном ухе две дырочки. В другом одна. И она решила выровнять, да. И чтобы покупать теперь не пару сережек, а две пары сережек. Да, и тут вот есть с корешочком. Вот это буду с корешочком сажать. Там замочила корешка. Кстати, новый секатор работает. Хорошо, что купила, я бы не нарезала. Отсекает и сечет. Короче, как-то так. Я должна это вам показать. Посмотрите, какой закат просто. Просто вот завидую людям, которые живут вот там, на верхних этажах. Они это все видят. Обалдеть. Конечно, такой себе у нас вид в связи с этой стройкой. Ну, это очень красиво. Видите, какой класс. Я тут засуну. Ну, что, Софья Сергеевна, показывай. Короче, это ей подружка подарила на день рож сертификат на прокол. Нормальная у них движуха. Подружки дарят пирсинг. А это тебе на ужин. Ты, может, не знаешь, что там, но... Минутки на полторы поставь. Хотя, что я сам поставлю? Как-то так. Та-дам! Справилась. Диффенбахия. Диффенбахия. Сломанный ноготь. Монстера. 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 Черенки монстеры. Ну, это тут у меня. А, вот еще. Черенки монстеры. Короче, я устала. Сейчас загружу стирку и спать. Короче, я отмылась от этих цветов. Хотела уже идти упасть. Но я же еще не отмонтировала для вас влог. Так что иду монтировать влог. Сейчас еще кое-что покажу. Пацанов покажу обязательно. И еще кое-что. Та-дам! Купила сегодня в Фиксике новую подпорку для цветочка своего. Смотрите, как классно восьмерочкой. Балдеж. Ну, все. Сейчас пацанов покажу. А вот пацаны. Что смотрите? Сто близнецов борются за 250 тысяч долларов. Федос, ты что там играешь? В наушниках? Федька все с понедельника в школу идет. Все у него хорошо. 11 октября на футбол. 11 октября на футбол. Да, сводождение от физкультуры. Папа на улице, да? Угу. Ясно. Ясно.